Барнаульская Венеция, Затон. Пока большой воды здесь не ждут, но готовятся к паводку здесь традиционно с января. На днях в микрорайоне установили систему оповещения жителей, проверили работу понтонного моста. Сейчас это единственное, что связывает остров Шубинский с внешним миром. Проведен подворовый обход населения с заполнением учетных карточек, с отказом или согласием на эвакуацию. Проведены работы по отсыпке низменных участков дорог на переулке Перевозном. Предварительно решено, что в случае паводка на улице Лоцманская будет установлена наливная дамба, чтобы не допустить ограничения выезда и въезда в Затон. Дорога эта жизненно важная. Она соединяет Затон с Барнаулом. Здесь входит общественный транспорт, скорая помощь. Сейчас в микрорайоне проживает более двух тысяч человек. К ежегодным подтоплениям они уже давно привыкли. Ну а что они, а о чем можно шибко-то сделать? Каждому же не придешь во двор там. Нас даже хоть и предупреждают, но мы все равно уже все сами знаем, что делать и как делать. В дни никакие дамбы не помогают, если она идет, тем более это как в 14-м году. У многих все практически затопило, все пропало, вся мебель выбросили, все. Подымали все. Коров, как вот галежи держали, тоже подымали на плоты, сено убирали. Поводок 14-го года здесь помнят очень хорошо. Он был самым разрушительным за последние полвека, говорят местные. К слову, в тот год большая вода нанесла ущерб всему региону на 5 миллиардов рублей. Затон тогда ушел под воду. Пострадали десятки людей. Но несмотря на это жители сохраняют оптимизм и не торопятся переезжать в город. Во-первых, остаются те, кто здесь родились, кто выросли. В основном это те люди. Видите, природа, воздух. И поводок он же не ежегодно наносит такой какой-то ущерб строениям, посадкам. Сегодня в 8 утра уровень воды в поселке достиг 506 сантиметров. Критическая отметка для Затона – 560. У жителей уже уточнили количество животных, лодок, есть ли в семьях дети, беременные женщины, инвалиды и пожилые. В случае чего в Затоне откроют два пункта временного размещения. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.